МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь в течение 50 лет строили социализм. Строили, строили и, наконец, построили. Деревня Хуаси превратилась в одну из самых богатых в стране, став чудом в истории развития китайского села. В центре деревни в окружении зелени и цветов находится красивый гостиничный комплекс из девяти башен, каждая высотой около 70 метров. Между башнями расположилась колокольня, крытая площадкой с несколькими колоколами. Самый большой медный колокол весом 148 тонн, особенно привлекает внимание туристов. Раскачать тяжелое бревно, чтобы колокол зазвучал, возможно, только совместными усилиями целой команды. Еще здесь находятся четыре колокола, самый маленький весит 11 тонн. Вокруг красивый парк, бушует зелень, радует глаз яркие цветы и ухоженные газоны с множеством скульптур и барельефов. Некоторые из них поражают размерами. Вот фонтан, голова дракона высотой почти 19 метров. Огромный бык – символ деревни Хуаси. Целая скамейка известных политических деятелей с пионерскими галстуками смотрит вдаль светлое будущее деревни Хуаси. Верх гигантизма – дом великого барабана. Считается, что этот традиционный китайский барабан двухметровой высоты и диаметром 3 метра 38 сантиметров самый большой в Китае. Кстати, изготовлен из кожи российских коров. Барабан не имеет практического применения, создан исключительно для красоты. Вокруг барабана лестница, чтобы туристы могли прикоснуться к символу величия. А вот так происходит утренний туалет самого большого барабана. Смотритель тщательно стирает отпечатки рук тысяч туристов, прошедших за день, и готовит барабан к новому экскурсионному дню. Сейчас ежедневно мы принимаем 70 групп. Это около 4000 туристов в день. Большинство – китайские туристы со всех провинций, но много и иностранцев. Гонконг, Тайвань, Америка, Вьетнам, Великобритания, Германия, Голландия, Греция, Польша, Финляндия, Италия. Туристы практически всех стран мира побывали здесь. А вот русских туристов мы еще не принимали. К приему русских хуасийцы готовятся тщательно. В октябре будет широко отмечаться 50-летие создания деревни Хуаси. К этой дате приурочено открытие аэробашни, роскошного гостиничного комплекса «Семь звезд» площадью 213 тысяч метров и высотой 328 метров. Это здание станет 15-м в мире по высоте. В башне планируется ботанический сад, птичий питомник, предусмотрены бассейны, спа, тренажерные залы, теннисные корты, чайные комнаты, кинотеатры, игровые автоматы, караоке. И, внимание, для наших туристов в башне будет шоппинговый центр на 2000 квадратных метров. Строительство башни обойдется примерно в 1,5 миллиарда юаней или в 7,5 миллиардов рублей. Спонсоры – местные миллионеры. 200 семей сбросились и построили это великолепие. Не зря деревню Хуаси называют «деревней миллионеров». 50 лет назад мало кто знал о Хуаси площадью менее квадратного километра и населением 1500 человек, жившими в нищете. Все поменялось после прихода в администрацию на постсекретаря партийного комитета товарища Уженьбау. Он призвал всех односельчан начать ровнять землю и строить ирригационные сооружения. Благодаря совместному кропотливому и упорному труду урожайность зерна начала повышаться. Доходы сельчан тоже стремительно пошли вверх. Мы с односельчанами создали металлический завод, открыли сталепрокатный завод и другие предприятия, которые способствовали быстрому развитию экономики деревни Хуаси. В 1994 году была создана Хуасийская корпорация. В ее состав вошли десятки предприятий. Основные фонды деревни составили 800 миллионов американских долларов. Уженьбау пользуется огромным уважением и любовью не только жителей Хуаси, но и всего Китая. После выхода на пенсию он стал экскурсоводом. Каждый день Уженьбау встречается с туристами и рассказывает им о красивой деревне Хуаси и о счастливых хуасийцах. Его работа нелегка, ведь ежегодно деревня Хуаси принимает около 2,5 миллионов туристов. Мы равняемся на деревню Хуаси Цунг. Для нас это символ китайского богатства и процветания. Многие деревни равняются на развитие этой деревни. Берут с них пример, и мы преклоняемся перед председателем Уженьбау. Как он смог в Китае обычные рисовые поля превратить в это китайское чудо? Уженьбау уделяет внимание каждой группе и обязательно фотографируется на память. Каждый день в Большом зале для туристов проходит по 2-3 концерта с участием местных артистов, танцоров, певцов. Буйство красок, великолепные костюмы, множество сценического антуража, профессиональное исполнение порождают захватывающее, очень красивое зрелище и вызывают бурю эмоций. Субтитры создавал DimaTorzok Туристам в Хуаси есть с чем развлечься. О стрельбе из лука до вертолета. Прогулка над городом в течение 20 минут обойдется в 4000 юаней на человека. С высоты забавно посмотреть на башни, на сотни коттеджей с одинаковыми крышами. Деревня, когда-то ютившаяся на одном квадратном километре, теперь поглотила 20 соседних деревень и занимает площадь 35 квадратных километров. Спустившись на землю, советуем туристам заглянуть в супермаркет. Если хотите привезти своим знакомым и близким продуктовый сувенир из Китая, то рекомендую вот такие баночки. Именно в этой провинции, именно в деревне Хуаси Цунь производят вот такой броженый соевый творог. Намазывается на хлебушек, можно сделать бутерброд. Различные оттенки вкусовые. Есть с кунжутным вкусом, с маслом кунжута, с конопляным, острый и просто кисло-соленый. Дети, видимо, обсуждают список покупок. Мелкая девчушка застыла возле прилавка с фруктами. Хозяйственная девушка тщательно выбирает специи. А наше внимание привлекли зеленые баночки. Рисовая брашка – традиционный продукт местной провинции. По вкусу напоминает молочную сыворотку. 3% алкоголя в голову хорошо дает. Рекомендую. Помогает при неправильном пищеварении. Заменитель активии. Кажется, рисовая брашка пользуется спросом у местной малышни. Хотите ананас ручной чистки? Пожалуйста, зайдите в овощной отдел. Здесь всегда люди. Китайцы едят много овощей, особенно разной травы. Корневище лотоса. Овощем назвать не могу, но, в принципе, такое полое, скажем так, растение. Его можно заполнить, допустим, клейким рисом, приправить соевым соусом, сахаром и блюдо готово к столу. В деревне Хуаси фрукты и овощи не импортируются. Все выращивается здесь. В высокотехнологичном экологичном саду площадью 18 тысяч квадратных метров созданы идеальные условия для роста растений – температура, влажность, почва. Шелковица или тутовник, ягода пипа и помидоры. Здесь еще растут манго, бананы, папайя и другие экзотические фрукты. Длинными рядами тянутся грядки. Сбор урожая круглогодично. Эти мелкие сладкие помидоры считаются в Китае фруктами. Их подают на десерт с сахаром. А большие помидоры – это овощи. Помидорное дерево растет около 20 месяцев. Собирают до 500 килограммов с одного дерева. Местная гордость – большой куст с белыми баклажанами. И тыква весом более 300 килограммов. В искусственной речке плещутся зеркальные карпы, благоухают оранжереи, радуя глаз яркими цветами. Увешанные плодами цитрусовые деревья, бонсаи в катках, усыпанные цветками кустики – настоящая выставка достижений народного хозяйства. Китайцы – усердный и трудолюбивый народ. Они работают по 28 часов в сутки, чтобы создать все это. Уважаю. Здесь же, на местном ВДНХ, разводят разную живность. Сердобольные посетители в попытках накормить шоколадом проворных страусов чуть не лишились конечностей. Другое дело – травка. И руки целы, и страусы сыты. Бесты же задрав крылья, молодая страусиха оголила мускулистые окорока, можно сказать, ветер в перьях, а в глазах пелена. А этих быков выращивают специально для празднования 50-летия деревни Хуаси. Они будут участвовать в шествии по улицам деревни. Символ деревни Хуаси Цунь – желтый земляной бык возглавит колонну. В деревне постоянно проживают 35 тысяч человек. Состояние самой бедной семьи здесь составляет 3 миллиона юаней. Сейчас каждая семья располагает акциями корпорации Хуаси как минимум одним автомобилем и коттеджем площадью 400-600 квадратных метров. В Хуаси частной земли нет, все государственное. Предоставляется аренда на 70 лет. Стоимость квадратного метра коттеджа – 10 800 юаней. В высотном доме с лифтом – 3-4 тысячи юаней. Этот элитный дом построен по правилам фэншуя. Позади гора, впереди вода, поэтому квартиры здесь дороже. Уютный двор, симпатичный мостик. Среди деревья втянутся ряды двух-трехэтажных современных домов со всеми удобствами. Днем здесь совсем безлюдно. В коттедже глядят пустыми окнами. Видимо, все миллионеры на работе. Нас любезно пригласил в гости Ван Я Джунь – местный житель. Встречали нас с музыкой. В этом доме они живут уже 12 лет. Дом дали бесплатно его отцу, потом он перешел в Ван Я Джунь по наследству. Сейчас здесь живет его семья из пяти человек. Ван Я Джунь работает на столелитейном заводе инженером. Получает 10 тысяч юаней. Его жена преподает английский. В нашей деревне многие живут лучше, чем я. Каждый сельчанин является владельцем определенного количества акций Хуасийской корпорации и ежегодно получает дивиденды. Администрация ежегодно бесплатно распределяет между семьями машины и квартиры. Огромный красивый дом. Много места, много света. На первом этаже большая гостиная, отдельная комната для отдыха и чаепития с резной мебелью, а также уголок для детских занятий. Над лестницей величественная хрустальная люстра. На втором этаже несколько спален, детская комната. Мы любим ужин Бао как дедушку. Если бы не он, мы не имели бы такую счастливую жизнь. В просторной кухне бабушка, как и все бабушки мира, колдует над сковородкой. Сегодня в их семье на ужин обжаренные кабачки с ветчиной и речная рыба. Кухня – главное развлечение в Китае. Настоящая китайская кухня – сочетание несочетаемых, на наш европейский взгляд, вкусов и ароматов. Самая распространенная сычуаньская кухня отличается огненными подливками. Более утонченная гуандунская знаменита сладкими закусками. В общем-то, почти русский борщ. Шарик картофеля, шарик морковки в бульоне с томатом. А как подано, изысканно и красиво. Повара создают кулинарные шедевры. Птицы из рисового теста, пирожные в виде головы быка, символа деревни. Много очень красивых, вкусных и неожиданных блюд. Рано утром мы отправились на местный рынок. Ассортимент овощей и продуктов практически тот же, что и у нас. Но есть и что-то необычное. Еще одна из особенностей китайской кухни – широкое употребление соевых продуктов. Соя листовая, соя пресная, соя копченая, соя жареная употребляется в самостоятельном виде, а также в виде закусок и при добавлении мяса и овощей. Считается полезным для здоровья, поэтому не мудрено, что китайская нация доживает до 90 и более с лишним лет. Продавец нарезала лапшу из сои через машинку, вертела какие-то соевые финтифлюшки. Покупатели шли один за другим, не давая нам возможности делать съемку. Да, тофу в Китае – исключительно популярный продукт. Еще один традиционный китайский, на первый взгляд, несъедобный продукт – утиное яйцо, выдержанное в смеси глины, соли и пшеничных отрубей в течение 5-6 месяцев. Яйца становятся после ферментации черно-сизо-зеленого цвета и, на первый взгляд, несъедобные. На самом деле, очень интересная, своеобразная, вкусная и даже по-своему вкусная закуска, которую можно попробовать в гостиницах, на китайских шведских столах или просто в ресторане. Еще один китайский деликатес – соленые утиные яйца. Сначала яйца кладут в воду, на один месяц вода с солью выдерживаются после месяца и варятся в воде. Обычно их едят на завтрак. Товарищ Усьепин любезно угостил нашу съемочную группу купленными на базаре яйцами, показал, как их есть палочкой. Вернемся к туристическим местам деревни Хуаси. С высоты золотой башни, не путайте со строящейся аэробашней, с обзорной площадки можно увидеть всю деревню. Площадь, центральную улицу с магазинами и лавками, а также китайскую стену. Не ту великую, а местную копию, немного уменьшенную, но очень похожую. На вершине сопки миниатюра зала с пекинской площади Тянь-Ань-Мэй. Красивая мебель, деревянные искусно вырезанные стулья, столы, диван рючной работы. Приятно в такой обстановке попить чай и отдохнуть. Гордо развивается на деревне Хуаси государственный флаг с пятью звездами. Красный цвет полотнища символизирует пролетарскую революцию, а большая золотая звезда – коммунистическую партию Китая. Четыре малых звезды официального толкования не имеют, однако весьма популярна версия, что каждая из них олицетворяет одну из социальных прослойок страны, объединенные общим делом построения социалистического общества. Как правило, вспоминают о крестьянах, рабочих, интеллигенции и предпринимателях. В качестве идейного вдохновителя для композиции китайского государственного флага стал флаг СССР. В деревнях Хуаси очень красивая, много зелени, цветов. В центре, в небольшом парковом лесочке, цапли обжили деревья, ну, прямо обустроенная гнездами многоэтажка. Берега Большого озера соединил необычный мост, состоящий из пяти разных элементов. Каждая часть – это миниатюра реального моста из разных провинций Китая. На фоне моста устраивают фотосессии влюбленные пары и рекламщики. Солнце прячется за башню, и в деревню приходит ночь. Яркая, разноцветная. Красиво светятся, выстроившись в ряд башни-гостиницы. Разными цветами на шпилях мигают маячки для вертолетов. Вдруг какому-то миллионеру придется ночью лететь по неотложным делам. Каменные лица мудрецов освещают ажурные светильники. Символ деревни был. Светящиеся цветы на клумбе и деревья окружают колокола под разноцветными крышами. Ночью выразительнее смотрятся драконы на колоннах, в тишине покоится колокол с таинственными иероглифами. Тихонько покачивается бревно, пустуют каменные столы и стулья бочки. Последние туристы-полуночники любуются иллюминацией по пути в гостиницу. Интересное и красивое место – социалистическая деревня Хуаси. Советую посетить. Редактор субтитров А.Семкин